Дом на побережье в Иванове – это не так уж и романтично. Жители этой пятиэтажки на проспекте строителей наблюдают в своем дворе такую картину большую часть года. После даже самых незначительных осадков здесь образуется лужа шириной с дорогу и протяженностью в три подъезда. Глубина иногда достигает 20 сантиметров. Круглый год стоит. Ну, единственное, что зимой, когда замерзает, тогда нет ее. А все остальное время, то есть с весны по осень, любой летний даже дождь, тем более в этом году июль был дождливый, она стояла постоянно. То есть эта лужа никуда не уходит. Проблема в изначально неправильной планировке дороги в Низине вылилась не просто в неудобство для жителей, которые уже давно обзавелись сменной резиновой обувью. Приливная волна от проезжающего через двор транспорта достигает дома, медленно, но верно разрушая здание. Вода, которая здесь стоит, она попадает в подвал. Она в подвале тоже приходится убирать эти лужи, потому что стоит вода. Песок отсыпается, двери невозможно иногда открыть даже, потому что боремся с водой. Она вся идет туда. Машины, тем более, проезжают, многие на скорости, соответственно, создают волну. Бордюры здесь уже не держат, на газон она не уходит. Обращались жильцы и в мэрию, и в управляющую компанию. В последней на их претензии ответили, что денег на регулярную откачку и уж тем более на системное решение проблемы нет. Предложив собственникам квартир что-то придумать и скинуться самостоятельно. Не удалось заставить работать коммунальщиков и в судебном порядке. Возможно, я ошиблась с требованиями, поскольку не обозначила способ, каким способом устранить эту проблему. Надо было мне все-таки обратиться к специалистам, которые бы мне составили такое заключение, каким способом это можно решить эту проблему. И в суде мне это указали в решении, что способ не указан. В мэрии же стандартно сослались на то, что территория не муниципальная, а придомовая. Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но это временно, уверены жители. Водоем растет, и если продолжать бездействовать, скоро вытечет за пределы их двора. Может, тогда хоть кто-то откликнется на их призывы о помощи. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново. Спасибо. Спасибо.